26 мая в здании Татмедиа состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему 6-му международному форуму по педагогическому образованию ИФТ-2020. Спикерами от Казанского федерального университета выступили проректор по образовательной части Дмитрий Таюрский и директор Института психологии и образования Айдар Калимулин. Организатором традиционно выступает Казанский федеральный университет, однако в этот раз формат форума изменится. Впервые за 6 лет он пройдет в режиме онлайн. Этот форум проводится уже шестой раз в институте, организует Институт психологии и образования КФУ. И как всегда этот форум должен пройти на высоком уровне. Он стал традиционным для Казанского федерального университета и традиционным для всех представителей сферы образования и психологии во всем мире. В форуме примут участие более 800 отечественных и зарубежных ученых. Основными темами обсуждений, как заявили спикеры, станут вопросы организации дистанционного обучения, как оно проходит сейчас и что будет с ним дальше. И вот стоит вопрос, как научить нынешнее и будущее поколение учителей к работе в дистанционном форуме быть готовыми реагировать на такие условия. И вот как раз таки этой цели посвящен наш шестой международный форум, львиная доля докладов которого порядка 60% посвящена цифровизации. Сами же выступления будут проходить дистанционно, онлайн. Эксперт со своих компьютеров будет читать лекции, принимать участие в совещаниях и вести открытый стол. Казанский федеральный университет прошел тщательную подготовку для того, чтобы форум прошел успешно. Во-первых, виртуальные ключевые доклады введены в пленарных лекциях, если по-старому говорить. Это и круглые столы, это и серия международных онлайн-симпозиумов, это заседания исследовательских групп для творческой проектной работы, это и постерные презентации, презентации докладов, которые раньше вывешивались на постерах, а сегодня они будут просто выставляться на экране в определенном последовании. Так что много интересного нас ожидает в этой работе. Очень важными организационными вопросами стали учет часовых поясов и преодоление языкового барьера. По словам спикера, принимающая сторона сделает все, чтобы каждому участнику было удобно участвовать в форуме. Подавляющее число выступлений все-таки будет сделано на русском языке. Те секции, где спикеры и докладчики будут выступать на английском языке, в программе отмечены специальным знаком, это, допустим, флаг Британии или что-то другое. И эти секции будут обеспечены синхронным переводом, который организуют сотрудники преподавателей нашего университета. В заключении директор института добавил, что в этом году организаторы форума подготовили небольшой эксперимент. Благодаря шлему виртуальной реальности, несколько экспертов из разных стран окажутся вместе в виртуальной комнате. В один из последних дней, это будет 5 или 6 июня форума, он будет идти у нас в две недели, мы анонсируем новую форуму проведения на 2021 год. Это пока эксперимент, когда несколько участников, находящихся в разных странах, в разных городах России, надев виртуальные шлемы, шлем виртуальной реальности, они окажутся в одной аудитории, и они будут сказать, действительно, это звучит несколько фантастично сейчас, в это, наверное, сложно поверить, но это все есть. Однако, несмотря на инновационные технологии, традиционное образование, никто не отменит. Обучение – это прежде всего общение ученика и учителя, и передача опыта от одного к другому. Но задача поставлена такая, чтобы сделать синтез обыкновенного контактного обучения и дистанционного обучения с тем, чтобы максимально использовать возможности и того, и другого для максимальной эффективности самого процесса образования. Лев Дзиденко, Ленардо Влетьяров, Универньюз.